Дегтярева Барбара Алексеевна работает в муниципальном учреждении дополнительного образования «Серебряно-прудский дом детского творчества» 12 лет. Барбара Алексеевна обучает детей лепки, рисования, изготовления в поделах из различных материалов, реализуя дополнительные общеобразовательные программы «Лепка», деревянная сказка и дизайн. В этом учебном году у педагога занимается 110 обучающихся в шести группах. Разноуровневая программа «Дизайн», которую мы хотели бы представить более подробно, рассчитана на 5 лет. Цель программы – развитие творческих способностей ребенка в области декоративно-прикладного творчества с помощью изучения новых техник и приемов различных видов дизайна и моделирования. В первый год обучения – это стартовый уровень. Дети занимаются гравюрой, витражом, живописью и лепкой. Во второй и третий год обучения – это базовый уровень. Ребята изучают оригами, валяние из шерсти, декупаж, папье-маше, батик, бумажную пластику, а также выжигают по дереву, плетут из газетных трубочек. На занятиях продвинутого уровня изучаются виды дизайна, рисованные мультипликацией. Научившись самостоятельно выполнять все стадии работы – от поискового эскиза до готовой композиции – ребята приступают к созданию итогового проекта, который защищают по окончании обучения. Результативный участие в муниципальных конкурсах учащиеся объединения дизайн выходят на конкурсы более высоких уровней. Они ежегодно участвуют в областных конкурсах, которые проводятся в рамках фестиваля «Юные таланты Москвы», «Заповедная Россия», «Дизайн вчера-сегодня-завтра», «Традиционная кукла», «Рабецкина ткани», «Поэма о рукотворном дереве», занимая призовые места. В 2014 году коллективная работа обучающихся заняла первое место на всероссийском конкурсе «Государственная символика России в декоративно-прикладном искусстве». А российский открытый конкурс «Волшебные краски детства» и международный конкурс «Пасхальное яйцо» юные дизайнеры считают неповторимыми в своем многообразии творческого самовыражения. Ежегодно наиболее одаренные ученики Варвара Алексеевна награждаются стипендиями главы городского округа. В 2018 году воспитанница объединения удостоена стипендия губернатора Московской области. Приоритетным у педагога считается патриотическое воспитание. Участвуя в проекте «Помнит сердце», ребята готовят открытия, сувениры для ветеранов, праздничную атрибутику, участвуют в конкурсах. В сложном 2020 году педагог со своими учениками приняли участие в акции «Окна победы». Варвара Алексеевна систематически организует выставки работы обучающихся, публикует мастер-классы в социальных сетях, занимается волонтерской деятельностью. В 2019 году она приняла участие в региональном проекте партии «Единая Россия. Добрая комната». Как волонтер расписала стену в детском отделении Центральной районной больницы. Во время самоизоляции, как доброволец волонтерского центра, помогала разносить продуктовые наборы и лекарства пожилым людям и многодетным семьям. В 2020 году воспитанники Варвары Алексеевны прониклись в истории мальчика из серебряных прудов с диагнозом «СМАТ» первого типа. И чтобы поддержать его семью, сложили тысячи японских журавликов из бумаги. Ведь легенда гласит, что в этом случае исполняется любое желание. Пользуясь огромной любовью у ребят сверхвозрастов еще один проект Варвары Алексеевны. Это пленэр «Приходи и рисуй», который педагог реализует уже 9 лет в свое личное время. Все желающие, а с каждым годом их все больше, на протяжении одного летнего месяца учатся видеть прекрасное и воплощать его в красках. Варвара Алексеевна уверена, чтобы воспитать человека с активной гражданской позиции, грамотного, знающего и умеющего, педагогу всего лишь самому надо таковым быть. И тогда придется только немного направлять и руководить процессом. И вся жизнь и творческая деятельность Варвары Алексеевны соответствуют ее принципам. Варвара Алексеевна самая лучшая учительница. Она добрая, смелая и красиво рисует. Варвара Алексеевна самая крутая и самая лучшая учительница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова